Дело в том, что данный законопроект мы как раз таки со честным жилищем совместным разрабатывали, поэтому у меня и плюс еще я как руководитель общественной организации Туры России, предприниматель, это общая боль. Дело в том, что за весь этот период пандемии правительство ни разу не собирало. Арфан Борисович, сейчас я далее скажу. Арфан Борисович, мы же тут не в театре, где Станиславский и Немерович Датченко обсуждают. Если нам не надо, чтобы депутат таковый день, так вы изначально... Дайте мне перейти к вопросу. Значит, уважаемые коллеги, я лишаю товарища депутата, он на второе замечание не реагирует, без разрешения говорит, говорит не по теме вопроса, не по теме обсуждаемого вопроса. Я решаю его слово до конца сессии. До конца сессии, пользуясь правом. Все, пожалуйста, не понимаете? Ну как с вами по-другому, если вы не понимаете? Еще вопросы? Я еще раз подчеркиваю, внимательно следить за повесткой дня, которую мы обсуждаем. Поэтому, уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, прошу определиться, режим голосования включен. Значит, вы не общественник, вы депутат. Значит, вы слово решены, ну что вы, сейчас пригласим вас, выведут, сейчас, ну шоу. Значит, большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Нет, желающие выступить. Значит, я же вас предупредил. Значит, если вы хотите поговорить за дверями, поговорите. Значит, мы на парламенте находимся. Значит, пожалуйста, если нет вопросов, желающие выступить. Вопросы, пожалуйста. А? Буквально. Пожалуйста, Батюшевич. Смотрите, уважаемые коллеги, ну, в данном случае, чтобы так Арслам Борисович не сильно расстраивался. Хочу вас спросить, вы знаете, минимальный размер пособия по заработанным? Какой? Ну, Д. Сергеевич, наверное, вопрос не в адрес. Я не являюсь социальным работником социальной службы. Ну, вы же представитель. Я предприниматель, да. Ну, имеется это предпринимательское сообщество представляет. Вы, допустим, знаете, как различаются критерии микро и малого предпринимателя? Понятно. Подождите, Арслам Борисович, вам... Не дерзитесь вы, ну что ж вы дерзитесь. Вам был задан конкретный вопрос. Вы спрашиваете, ну что вы? Он старший ваш, но кто вы? Понятно. Смотрите, я хочу теперь уже обратиться к Марине Петровне. Марина Петровна, я вот вам уже много раз говорю, что, знаете, мы вот на самом деле восхищены тем, что вы все знаете, что вы большой профессионал и так далее. Но вы поймите, что не все такие, как вы. Большинство не такие, как вы, понимаете? Вот видите, здесь даже не все депутаты знают этот минимальный порог, размер этого минимального порога. Почему вот в вашем докладе вы не можете более, скажем, простым языком объяснить, как было, как на федеральном уровне, как у нас, на республиканском? Вот, знаете, Артем Борисович, что, ну то есть, на самом деле, такие решения-то серьезные. У нас таких людей, большинство, кто в этом нуждается, и они некоторое время назад имели возможность получать только полторы тысячи рублей. Президент принял решение и довел это до четырех с половиной. Правильно? Вы, правительство республики Калмыкия, приняли решение и довели это до пяти тысяч. Дополнительно пять тысяч разово к тем четырем с половиной, которые установлены на три месяца на федеральном уровне. К сожалению, из-за регламента не смогла все сказать, о чем... Послушайте, ну, Марина Петровна, понятно, что регламент, но вы выберете тогда основные вещи, ну чтобы люди... Они же должны передавать это простым гражданам, людям. В таком формате. Буквально в двух словах. Вот две тысячи шестьсот граждан из пяти тысяч сто девяносто семей, которые у нас на сегодня состоят на учете, получают пособие в минимальном размере. На сегодня этот размер составляет всего полторы тысячи в месяц. Он не менялся в период пандемии, но в рамках поручения президента Российской Федерации на сегодня проекты соответствующих нормативно-правых актов разработаны, и размер увеличен до четырех с половиной тысяч в месяц в течение трех месяцев. Поэтому, соответственно, мы исходили из того, что наша выплата, которая установлена для этих же граждан, она является дополнительной к тем решениям, которые приняты на федеральном уровне. Такие классические виды фитнеса, как тренажерный зал, бег и плавание, многим кажутся скучными. Кто-то ходит в зал, но все равно постоянно находится в поиске активного развлечения на свободные дни. Верховую езду нельзя назвать фитнесом в классическом понимании этого слова. Верховая езда – это серьезная физическая нагрузка для всего тела. Приведем несколько причин, почему вам нужны уроки верховой езды в кочевнике 0.8. Первое. Осанка. Для того, чтобы поддерживать идеальную осанку, работают мышцы спины, а также живота и бедер. Мышцы бедер включаются в статодинамический режим, когда часть напряжена и неподвижна, а часть сокращается и напрягается. Работа мускулатуры на животе и спине будет статической, им необходимо удерживать позвоночник прямо от шеи до копчика. Навык сохранения правильной осанки приходит естественным образом. Если посмотреть на профессионального наездника, когда он находится не в седле, то сразу же бросится в глаза статность. Втянутый живот, расправленные плечи, приподнятый подбородок. Особенно ощутимая польза верховой езды проявится для детей. Их осанка только формируется, они сохранят навык на всю жизнь. Второе. Укрепление мускулатуры. Часто в качестве идеальной тренировки мускулатуры без нагрузки на суставы приводится плавание. Многие не знают, что к конному спорту это тоже относится. На занятиях происходит эффективное укрепление кора, которого нельзя достичь стандартными динамическими упражнениями. Нагрузки достанутся брюшному прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также приводящим мышцам бедер, которые находятся на внутренней поверхности и являются проблемной зоной для многих девушек. Третье. Избавление от стресса. Даже после непродолжительного катания верхом люди ощущают себя иначе. У них больше нет тревожности, мысли спокойно текут своим чередом, присутствует приятная расслабленность. Причина в том, что они избавились от накопленного стресса. Лошадей называют умными животными, потому что они умеют испытывать эмоции и выражать их. У них, как и у людей, есть разные темпераменты и переменчивое настроение. Опыт взаимодействия с животным больше и сильнее себя самого будет полезным для человека. Воздействие обусловлено и тактильным контактом. Ты постоянно ощущаешь тепло живого существа, чувствуешь ритм, который отбивает сердце огромного животного. За счет всего этого происходит выравнивание эмоционального фона. Спокойствие переносится в обычную жизнь, все бытовые стрессы становятся менее значимыми. Четвертое. Повышение концентрации внимания. Ценный навык, который всегда пригодится, приходит вместе со скоростью реакции. Находясь в седле, нужно постоянно поддерживать равновесие, замечать все объекты вокруг и быстро реагировать на внешние обстоятельства. Всадник задействует свое тело, чтобы передать лошади команду к действию. Все команды невербальны. Направить уздечку вправо или влево, отклониться вперед или назад, приподняться на стременах. Для того, чтобы дать такую команду, нужно владеть своим телом, чтобы дать ее вовремя, обладать быстрой реакцией и высокой концентрацией внимания. Все это и еще немного больше вы можете получить, записавшись на уроки верховой езды в кочевнике. Анатолий Васильевич, пожалуйста, хочу уточнить. Уважаемая Ольга Юрьевна, вопрос к вам. Можете еще раз охарактеризовать ту семью, в которой произошла трагедия? Просто, чтобы понимать. Просто это важно, учитывая, что здесь все уважаемые люди собрались. Как вы задавали вопрос? Как вы ее охарактеризовали? Я вообще к Марине Стерону задала вопрос, есть ли какие-то, ну вообще, какие осуществляются меры психологической поддержки, помощи. Нет, но вы же затронули вот эту трагедию. То есть это вы как связаны? Это очень важно. Лично мое мнение, на мой взгляд, мне кажется, нужно обратить внимание на тех женщин, во-первых, многозетных, которые находятся в послеродовом периоде. Потому что, ну... А, то есть исключительно в психологическом аспекте. А то мне показалось, что как будто бы эта семья была в тяжелом, в тяжелой ситуации, но, насколько я знаю, просто это не так. И это принципиально. То есть именно послеродовое психологическое состояние. Правильно я понимаю? Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть еще желающие или задать вопросы, или выступить, реплика, любой вариант? Нет. Значит, мы тогда сейчас попросим министра присесть, попросим выйти Дмитрия Александровича, пока он выходит, это уважаемые коллеги. Я обращаюсь к вам. Значит, прекратите работать с телефонами. Мы пришли работать по вопросам парламента, и в телефонах рыбца не надо. Вы же, председатель, не роется же в телефоне? У меня что, проблем меньше, чем у вас? Пожалуйста. Я слышу, вы выступали и на телевидении, употребляя для этого слова. Ну, обычный человек даже не поймет, что это такое. Значит, понятно, что это экономическая категория, рыночная сегодня категория, реестровая категория. Ну, тоже надо как-то тоже понимать и иногда ссылаться на то, что это означает то-то-то. Ну, и еще один вопросик, и на этом завершаем. Как сельские предприниматели у вас под контролем или там они в степи барахтаются? Понятно. Представители бизнеса, которые тут крутятся на виду, а вот те селяне. Как есть, ну, что-то. Если нет, что будем делать? Обращений не было. Ладно, значит, давайте мы подумаем и это проанализируем, потому что в разных они условиях находятся. Предприниматели, которые работают на селе, которые связаны с переработкой, которые с другими мероприятиями, все ли там правильно, все ли там хорошо. Ну, для этого сегодня разговор, чтобы мы не сердились друг на друга, значит, а наоборот вырабатывали какие-то меры и предложения. это задача и ваша хорошая реакция, что в понедельник вы пригласите, но только продать. Да, да, мы же до этого договорились, да. Понятно, не все сразу и в один день, а с учетом возможностей, правильно, вы реагируете, Дмитрий Александрович, нам это приятно. Ну, есть на что реагировать. проект на руках, прошу определить с голосованием. Это рекомендации. Правительственные сейчас прошу сбросить костик, что там у нас? Перегрелась система, сейчас перерыв будет на 20 минут. Мы сейчас лова где-то не срабатывает. Ну, большинство принято, решение спасибо. В принципе, мы тон разговора поймали, уловили. Дорогие друзья, у нас перерыв, мы не нужно подзаряжались с таким расчетом, что потом можно рассмотреть вторую часть. Я обязательно попрошу всех тех, кого мы приглашали на вторую часть, вернуться, остаться в зале, чтобы мы не потеряли уважение друг к другу. А сейчас слово предоставляется главе республики Хасику Батву Сергеевичу. Позову Батву Сергеевичу. Спасибо, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Сейчас я хочу, так сказать, отреагировать на то, что услышал. Сергей Александрович, по поводу ситуации синхронизации с Москвой. Для пояснения, с учетом эпидемиологической ситуации, дело в том, что Москва все-таки опережает с точки зрения положительной динамики. Да, у нас эта динамика тоже сейчас уже вырисовывается, все позитивно, тем не менее, сейчас от Москвы все разошлось по региону. Поэтому в данном случае мы более сдержаны. с точки зрения определения графика, который позволит всем оставшимся предприятиям уже приступить, вернуться к работе, это уже будет в ближайшее время. Просто имейте в виду, что сейчас в регионах ситуация по пандемии более сложная, чем в Москве. это принцип эпидемиологической ситуации. Вот. Ну, в целом, что хочу сказать. Вот сейчас Ольга Юрьевна тоже затронула вопрос, она адресовала его Дмитрию Александровичу по поводу того, что такой вопрос на самом деле очень глубокий. если его перевести на простой язык, то он означал, сколько конкретно предпринимателей сумели воспользоваться данной поддержкой. Вот. Ну, объективно, я полагаю, что немного. Соответственно, здесь я и депутатов в том числе, то есть вас, уважаемых депутатов, в том числе я призываю, то есть участвуйте в этом. Ведь ну, то есть здесь равнодушие, оно неприемлемо. Я о чем говорю, что понятно, что и на федеральном уровне, и мы на республиканском, да, мы определяем меры поддержки. Мы, наш долг обращать внимание на то, чего от нас ждет народ, чего ждут от нас представители того же малого и среднего бизнеса. Но как это работает, это уже ответственность всех. И наша ответственность, и самих предпринимателей, и в том числе и ваши. Вот смотрите, я обратил внимание, что допустим, затронули сегодня такие, назовем их так, конструктивные вопросы, когда речь идет о конкретных мерах, по налоговым льготам, по мерам социальной поддержки, по мерам экономической поддержки. Конечно, я, если честно, ожидал больше активности, ведь это то, с чем может работать простой человек. и мы все вместе должны доводить это до людей, учить их. Знаете, вот, я могу провести параллель с теми же грантами. Грантовая политика в стране достаточно мощная. Вот здесь представитель уважаемой компании Лукойл, которая тоже у нас проводит такую грантовую политику, которую многие пытаются пользоваться. Но дело в чем? в том, что многие представители некоммерческих организаций и бизнесов просто не знают, как оформлять эти заявки. Или если оформляют, то у них не получается. Для этого нужно создавать различные институты, для того, чтобы их учить, направлять их и так далее. Это касается всего, в том числе и мер экономической поддержки. Кроме этого, вы же ближе к людям. Вы можете, вот сейчас сегодня это приняли. Почему мы не услышали ни одного предложения, что можно сделать еще? Какой будет следующий шаг от вас? Ну, вот по поводу поддержки педагогов, я хочу просто на этом акцентировать внимание и правительству поручить обязательно это взять в работу. Это очень важно. Коллеги, сейчас вообще мир меняется бесконечно постоянно, а сейчас он меняется еще более быстро. Поэтому мы должны очень своевременно и быстро и эффективно реагировать, принимать решения. Решения принимать, естественно, сообща. А для этого нужно взаимодействовать. И именно подчеркиваю, взаимодействовать в конструктиве. да, многое было запланировано и до нас, но сейчас такая тенденция, что это все пересматривается. Даже правительство Российской Федерации относительно тех же национальных проектов говорят, что сейчас все очень поменялось и многое нужно пересмотреть, усовершенствовать. Если говорить о том еще раз вернуть все-таки что было запланировано. Это же не означает, что это было грамотно запланировано, добросовестно. Я думаю, что в свете сегодняшних событий, если до вас уже дошли новости, это следствие того, что плохо все планировалось, а нам приходится это пересматривать, дабы чтобы мы не натыкались на те же грабли. Поэтому уважаемые депутаты, уважаемые члены правительства и приглашенные, я еще раз хочу попросить выигрывает, сегодня выигрывает тот, кто умеет перестраиваться, кто видит то, как меняется ситуация вокруг, кто умеет слышать, кто умеет правильно точечно задавать вопросы по существу, тот выигрывает сегодня. В целом, конечно, начать я хотел сегодня с того, что всех поприветствовать, сказать о том, что рад всех видеть, в добром здравии, все равно это позитив, то, что сегодня здесь практически все собрались, то, что не заболели, это уже хорошо характеризует, значит, дисциплинированно подходили к соблюдению мер безосторожности. Многие депутаты оказали большую поддержку, кто-то это делал публично, кто-то это делал тихо, всем за это огромное спасибо. считаю, что мы действительно вместе объединившись преодолеваем, успешно преодолеваем данное препятствие, данный непростой период, поэтому хочу всем пожелать успешной эффективной работы, уверен, что все у нас получится, спасибо. Спасибо, Батрис Греевич, уважаемые коллеги, да, с учетом разговора первой части, мы с вами еще соберемся в июле месяце и обязательно дообсудим и примем решение там, где это необходимо. Сдержано, выдержано и так далее. Ну, уважаемые коллеги, позвольте объявить перерыв на 20 минут, но выходят сразу приглашенные наши товарищи, выходят фракция Единая Россия останется на 2-3 минутки, значит, и, так сказать, не торопитесь друг за другом на расстоянии попьете чай. Можешь задать вопросы, выступать, я же тебя решил, а вот задавать пожалуйста, давай. Да, я выступление аж тебе до конца запретил. Да, я все задам. Задавай, пожалуйста. А или можно тогда выступить лучше? Выступления нет. Вопрос, ну что ты? Я лишил, я же не могу свои слова на завтра. Хорошо. Дмитрий Александрович, вчера как раз таки на комитете как раз таки поможет на вопрос Николая Дмитриевича ответил, что данным законопроектом они собираются, я думаю, имел, наверное, неосторожность высказать, что данным законопроектом пытаются восстановить доверие инвесторов к власти. Вот я хотел уточнить, вы за полтора года уже успели утерять это доверие, поскольку, ну, до вас я за полтора года тире два года привел сюда пять инвесторов, я не скажу, что этот законопроект не нужен, но нам не понадобится данный законопроект. Спасибо. Отчаянный вопрос, значит, если говорить о тех инвесторах, тех видов деятельности, которые привели вы, Арслан Борисович, хочу сказать, что на данных инвесторов, которые привели вы, данный законопроект не распространяется. Почему? Потому что здесь задача, которую ставят перед собой министерство, это, так сказать, восстановить перерабатывающую промышленность на территории Республики Калмыкия. Почему? По одной простой причине, что существует острый дефицит товаров первой необходимости, и мы можем обратить внимание, что из группы товаров первой необходимости, которые утверждены на федеральном уровне, по становлению правительства, 90% продукции, которые мы имеем возможность производить на территории, имея сырьевую базу, мы привозим извне. И данный законопроект направлен прежде всего на восстановление доверия инвесторов именно по перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству. Я не говорю о крупных проектах, в которых, безусловно, с вашей долей участия Республика имеет возможность реализовывать в настоящий момент и обеспечить дополнительные налоговые поступления. Но завтрашним днем, столкнувшись с очередной, извините, конечно, не дай бог, пандемией, очередным всплеском Республика не может позволить себе просто-напросто закрыть границу, потому что в части продовольственной безопасности она не обеспечена. А развитие перерабатывающей промышленности и макарон, и круп, скажем так, и доставка непосредственно до полки и до конечного потребителя позволит реализовывать данным инвесторам продукцию как вне территории Республики, но в нужный момент ее можно будет закрыть и направить внутрь. на вопрос вы ответили, Арслан поставил вопрос, вы ответили. Ну давай, ну, вот учу вас, учу, ну, сосредотачивайся, давай вопрос. Потом по инвестору непосредственно, который собирается строить здесь метановые заправки. Ну, вы в курсе тоже, то, что изначально как бы вел переговоры с ними я. Они должны были реализовать этот проект еще в прошлом году, но до сих пор еще не реализовали. Насколько я знаю, там каким-то образом хотят, чтобы они 10% там, я не знаю, каким-то отчудили сторону Республики Калмыкия. Я понимаю, это, конечно, хорошо для Республики, но где здесь тогда разговор о безинвестиционном климате? Знаете, это что? Понятен вопрос, да? Ответ. В части доли Республики по данному проекту мне эта информация, подтвердить ее я не могу. Хорошо, спасибо. Давайте так, если, допустим, ясности нет, но проект реализовывается, я знаю. Вопросы в ответы реализовываются. Значит, мы же не глухонимые все. Вот, закончится, завтра можно подойти, после обеда можно подойти. Если не получил вдруг ответ или не удовлетворил кого-то ответ, вот так. Анатолий Васильевич, с Ростаном Борисовичем мы в плотном диалоге и нет таких ситуаций, где мы... Вот там задашь как раз. Хорошо. Чтобы для понимания, мы с Дмитрием Александровичем на самом деле очень хорошо общались. На коммуникациях, я же в курсе дела. Да, да. Вот, давайте так. Еще есть вопросы? Нет. Нет вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова